Профессиональный лицей номер 19 История профессионального лицея номер 19 начиналась в 1944 году со школы мастеров-сароделов. Затем ее преобразовали в техническое училище номер 5, ГПТУ-19 и так далее. Судя по частоте реформ, в отечественной системе образования и нынешние названия не последние. Но суть не в этом. За 70 лет работы профессиональный лицей номер 19 подготовил более 12 тысяч рабочих и служащих. В их числе специалисты молочной промышленности, которых обучали для предприятий всего Советского Союза, часовщики, механизаторы, водители, медицинские сестры, социальные работники, продавцы, администраторы гостиниц, парикмахеры. Часть этих профессий ушли в историю лицея, на стенды его музея и фотоальбомы. Ситуация на рынке труда внесла в учебный процесс очередные коррективы. Мы изучаем рынок труда, работаем с организациями, с центром занятости, изучаем и, соответственно, выбираем те профессии, на которые дети к нам пойдут учиться и которые востребованы рынком труда. Те профессии, которые нужны в данное время нашему району и в целом области. В этом году мы набирали трактористов сельхозпроизводства, сварщиков и автомехаников, и по девочкам парикмахеров. Всего около 400 студентов и почти столько же взрослых, которые обучаются на отделении профессиональной подготовки и переподготовки. С ними работает высокопрофессиональный коллектив педагогов с большим преподавательским и производственным опытом. Для отработки практических навыков к услугам студентов постоянно обновляющаяся техническая база. Здесь, говоря словами из гимна лицея, теории и практика сливаются в единое и крепкое звено. И еще один плюс этого учебного заведения – универсальность профессий. Например, обучаясь на автомеханика, ребята обретают три специальности – слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории Б и С и оператор заправочных станций. На этом предмете они изучают устройство колонок, как правильно заправить автомобиль, какими видами топлива заполняется автомобиль. Это очень сложная профессия. Они должны знать очень много вплоть до того, даже как заправлять самолеты. Сейчас этой непростой наукой овладевают в теории будущие автомеханики-третикурсники. А в целом они уже почти готовы к практической работе по своей профессии. Я умею собирать и разбирать автомобили, пользоваться ими, устранить поломку, выявить поломку. Эти навыки вместе с третьим или четвертым разрядом автослесаря будущие автомеханики получают в лаборатории по ремонту автомобилей. Мастер производственного обучения Николай Валентинович Тихомиров, в прошлом электромеханик, главный механик, старший инженер, знает об автомобилях абсолютно все и старается весь свой опыт передать ученикам, делая упор на самостоятельную работу. В данном случае сейчас аккумуляторные батареи, они вынимали, проверяли плотность электроэнергии, все крепежи, все сами, без, ну только я контролирую за их медицин. Согласно стандартам, лаборатория имеет полный набор наглядных пособий. Здесь представлены все детали системы легкового и грузового автомобилей. По мере изменения учебных программ, эта техническая экспозиция обновляется с непосредственным участием самих ребят. Заметьте, ни одной подписи под данным, любым узлом-агрегатом мы не ставим. В данном случае кандидат, который получает слесаря по разряду, должен сам назвать данную деталь, как ее устранить, как у неисправиться и все сделать. Обучение автомеханика водителя также предполагает и строгий спрос, и насыщенную программу. Главная часть теории вождения – правила дорожного движения. Эту дисциплину с 1985 года преподает в лицее дипломированный инженер-механик с большим практическим опытом Ольга Анатольевна Наумова. Она в постоянном творческом поиске, поскольку старается преподавать свой предмет так, чтобы ученикам не было скучно. Будет первая полоса, будет вторая полоса. Куда едем? Смотрите, по его же разу. Мы, в общем-то, стараемся тоже дополнительные какие-то придумывать здесь игры. К тому же у меня презентации есть на каждую тему по правилам дорожного движения, поинтереснее им заниматься с ними. Ну и, конечно, сами по себе эти современные методы очень помогают. Намного облегчают работу, ускоряют учебный процесс. Теорию освоили, продолжение следует на компьютерном автотренажёре. На нём студенты под руководством мастера производственного обучения и заведующего лабораторией автотренажёров Геннадия Николаевича Федотова обретают первые навыки вождения. Учатся трогаться с места, привыкают к педалям и к рулю, готовятся к сдаче экзаменов. Алексей, как ощущаешь себя за тренажёром? Да, нормально. В принципе, как на машине, то есть как в реальности. Кстати, профессиональный лицей номер 19 в 2014 году прошёл в ГИБДД согласование учебных программ по новым требованиям. И один из первых в области получил заключение на обучение всем водительским профессиям. Это направление пользуется хорошим спросом среди угличан. Учебные классы дополняют большой парк автомобилей и современный полигон. И что важно, обучение практическим навыкам ведётся на основе индивидуального подхода. Смотрим особенности ученика и уже даём задания конкретные. То есть кому-то больше по прямой надо проехать, остановку торможения сделать, кому-то больше перекрёстки и так далее. Занятия проходят хорошо, естественно. Первый раз было не так хорошо, как уже стало сейчас. То есть уже привыкаешь к автомобилю и как-то уже чувствуешь себя настоящим водителем. Наш мастер Артём Васильевич всё нам подробно объясняет. Одновременно навыки вождения отрабатывают на полигоне и будущие трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Своих воспитанников готовят к экзаменам мастер производственного обучения, техник-механик и педагог с 23-летним стажем Сергей Николаевич Мутовкин. Сейчас занимается у нас второй курс, ребята. С первого курса начинается у нас сразу производственное обучение, вождение трактора. В принципе, они уже умеют. И сейчас просто отрабатываем элементы, которые будут на экзаменах. Сейчас работаем на тракторе, а потом на машине работаем после обеда. Профессия тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, как и автомеханик, подразумевает три специальности. Тракторист категории С, Д, Е, Ф, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования и водитель автомобиля категории Б и С. Трактористов в профессиональном лицее номер 19 обучают с 1980 года. И все это время данная профессия остается востребованной, как в городских, так и в сельскохозяйственных предприятиях. Администрация лицея активно сотрудничает с их руководителями по организации производственной практики для ребят и в плане их дальнейшего трудоустройства. В наше хозяйство давно сотрудничает, наверное, уже лет 20. Очень достойных детей воспитывают здесь, обучение хорошее дают. У меня в прошлом году, позапрошлом году были выпускники агрофирмы «Авангард». И на сегодняшний день они работают трактористами, хорошими специалистами просто. В последние годы, последние 10 лет в хозяйствах закупаются новые техники, новые технологии изучают. Поэтому вот эти дети, которые здесь учатся, они нам очень нужны. Нужны нам их знания, новые их понимания, новые их предложения. Профессиональный лицей номер 19 также постоянно обновляет парк сельскохозяйственной техники для обучения. Очередное приобретение современных агрегатов было сделано и в этом году. Следующие весной и летом будущие механизаторы опробуют их на опытном поле, а пока они набираются знаний в классах и мастерских лицея. В данный момент второкурсники Евгений Рощин и Егор Глебов под руководством мастера производственного обучения инженера-механика сельскохозяйственного производства Александра Александровича Канонникова изучают классику жанра – устройство трактора МТЗ-80. Ребята с интересом занимаются техникой и в перспективах выбранной профессии не сомневаются. Я думаю, что будет перспектива сейчас. Сейчас будут расширять все, поднимать сельскохозяйство. Ну, это мое мнение, мне так кажется. Я из Тойской области, из Семен-Дяева. У нас там колхоз был сильный, сейчас уже тоже разрушенный почти, но приехали новые владельцы, поднимают. На втором курсе в конце буду сдавать права тракторные и уже летом буду там работать. А вот третий курсник Дмитрий Маков уже попробовал свои силы в областном этапе конкурса рабочих профессий «WorldSkills», который проходил в Ярославле с 24 по 26 ноября. Он принимал в нем участие вместе со своим наставником Геннадием Николаевичем Федотовым. Угличане заняли почетное второе место. Борьба у нас была очень сильная. На этой компетенции у нас участвовало пять человек. Я был экспертом в первом модуле устранения электрооборудования и неисправности в тракторе. То есть участник должен был определить, проверить все электрооборудование в тракторе, устранить неисправность, которую он там нашел. В конце упражнения надо было запустить двигатель трактора и проверить напряжение. Мы победили, мы старались. Все большую популярность обретает и профессия сварщика. Учитывая кадровые потребности предприятий «Углича», профессиональный лицей номер 19 ведет обучение этой специальности как по отдельному направлению, так и в рамках подготовки автомехаников и трактористов. Теорию и практику преподает Светлана Николаевна Бойкова, педагог и специалист-электросварщик дуговой сварки с опытом работы на Рыбинском Сатурне и на Углическом гидропроекте. В профессиональном лицее номер 19 для нее открывается большое поле деятельности. В этом году у нас не только электросварка, но еще появилась и газовая сварка. Только что нам поставили оборудование. Значит, аргонно-дуговой сварки, возможности очень большие, передовые технологии. Вот, значит, кроме этого мы приобрели полуавтомат и еще газовые горелки для резаков, значит, будем резать металл. То есть практически охватывается все самое передовое, что сейчас есть в данный момент в области сварки. А самое главное, все это действительно нужно самим студентам. Мне интересно здесь учиться. Ну, вообще, интересная профессия. Я научился резать металл, варить на разных оборудованиях. Мне интересно, нам пригодится в будущем. Это даже в автомеханике, ну, пригодится. В дальнейшем сварочную лабораторию планируют расширять. Возможное число студентов также будет увеличиваться. Сегодня в профессиональном лицее номер 19 обучаются в большинстве своем угличане, но он готов принять и иногородних ребят. Общежитие лицея расположено практически напротив учебного корпуса, и в нем созданы все условия для комфортной жизни и отдыха. Субтитры подогнал «Симон» В этом же здании находится еще одна производственная лаборатория. Она же учебная парикмахерская, которая почти ничем не отличается от настоящего салона. Комфортно, уютно, есть все необходимые инструменты и расходные материалы. Будущие мастера осваивают искусство красоты на манекенах, но нередко сюда заходят и настоящие клиенты. Не будет преувеличением сказать, что профессиональный лицей номер 19 помогает кому-то реализовать свои мечты. Я как бы еще со школы любила заплетать косички, заниматься вот этим. И когда уже к девятому классу подходило дело, я, когда родители начали спрашивать, кем я хочу стать, сказала, что я хочу стать парикмахером. Мы сначала решали, куда я пойду именно. Потом мы приехали посмотреть, это учебное заведение мне понравилось. Я решила, что я буду здесь учиться. Многому научилась, много, а теперь умею. Здесь очень много возможностей. Открывая профессиональные горизонты, лицей номер 19 дает студентам и полноценные знания по общеобразовательным предметам, которые необходимы любому специалисту. И уж точно в нашей современной жизни не обойтись без азов экономики. Преподаватель общеобразовательных дисциплин Надежда Николаевна Лапина, дипломированный ученый-агроном и разносторонний предметник, старается донести это до своих учеников. Мне бы хотелось, чтобы они в новых экономических условиях умели ориентироваться, найти себя. Экономика дает это, потому что, хоть мы и даем начальные знания, не глубоко мы экономику изучаем, но в любом случае они понимают, что такое предприятие, что такое ответственность, значит, быть на предприятии, какие должны быть результаты на предприятии. Они участники этого процесса, поэтому это очень важно. С экономикой района и области по-прежнему связаны перспективы профессионального лицея номер 19. Изучение местного рынка труда продолжается на предмет новых, востребованных профессий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok